Бразилия – захватывающее и поразительное место. В ее укромных уголках, водоемах, горах и лесах было обнаружено немало интересных, интригующих и очень странных вещей. Вот почему я уже делал целый ролик о самых странных вещах, которые когда-либо находили в Бразилии. Но знаете что? Этих необычных находок так много, что я был просто обязан снять еще одно видео. Гигантский изумруд. В начале 2001 года из крохотной шахты на ферме в штате Баия старатели вытащили из-под земли не просто драгоценный камень, а целую глыбу, весящую более 340 килограммов. Таких больших самоцветов в тех местах никогда не видели. Полутораметровую драгоценную глыбу извлекали с особой осторожностью, ведь даже малейшая трещина могла серьезно уменьшить стоимость находки. На изумруд почти сразу нашли покупателя. Им стал владелец участка по соседству с шахтой. Хотя он не стал озвучивать сумму сделки, специалисты оценили камень в 450 миллионов долларов. Смотрите дальше, и вы узнаете, в каком племени нет обозначения чисел и времен. Крыса размером с человека Палеонтологи обнаружили останки доисторической крысы размером с человека, которая бродила по тропическим лесам Амазонки 10 миллионов лет назад. Этот грызун достигал полутора метров в длину и 80 килограммов веса. Для сравнения, современная крыса весит в среднем около 200 граммов. Ученые уточнили, что у крысы были два огромных изогнутых клыка, а вот мозг отличался весьма скромными размерами – всего 114 граммов. Черепа двух древних крыс нашли в штате Акри на северо-западе Бразилии. Один был почти целым, а другой представлял собой фрагмент макушки. Останки сохранились так хорошо, что ученые даже рассмотрели отпечатки обонятельных луковиц, а также лобных и височных долей. Авторы исследования заключили, что древнее существо было крупнее не только нынешних крыс, но и самых больших современных грызунов капибар. Они достигают максимум 60 килограммов. Грызун оказался вымершим родичам Шеншилл и Пакаран, населявших Западно-Бразильскую Амазонию. Он обитал в болотистой местности, которая существовала там до появления одного из самых больших тропических лесов мира. Новый вид обезьян Новый вид широконосных обезьян и грунок рода Мико был идентифицирован группой исследователей из Бразилии. «В Амазонии самая богатая фауна приматов в мире. В регионе 146 видов и подвидов приматов, что составляет 20% мирового разнообразия приматов», — сказал глава группы ученых доктор Коста Араужо. В то же время разнообразие и распространение приматов Амазонки остаются малоизученными, а нехватка данных затрудняет их сохранение. «Ареал нового вида находится в зоне дуги обезлесенья Амазонки, где огромные лесные массивы уничтожаются для получения древесины, заселения и промышленного сельского хозяйства», — отмечают ученые. «Основываясь на категориях и критериях Красной книги, этот новый вид обезьян должен рассматриваться как находящийся под угрозой исчезновения». Игрунка обитает в зоне междуречья Джуруэна-Телес-Пирос в бразильском штате Мату-Гросу. Ареал вида ограничен рекой Джуруэна на западе и рекой Телес-Пирос на востоке. Гигантские тоннели Исследователи обнаружили колоссальные тоннели в Южной Америке, которые настолько огромны и аккуратно построены, что многие считали, что их выкопали люди для прохода через лес. Оказывается, туннели гораздо более древние, чем казалось ранее. По оценкам экспертов, их возраст составляет не менее 8000-10000 лет. Эти туннели, по крайней мере часть из них, вырыты вымершим видом гигантских ленивцев. Исследователи знали об этих туннелях по крайней мере с 1930-х годов. Но тогда они считались своего рода археологическими структурами, остатками пещер, вырезанных нашими древними предками. Сейчас известно более 1500 палеонор, которые были найдены в Южной и Юго-Восточной Бразилии. Они бывают двух типов – малые, которые достигают полутора метров в диаметре, и более крупные, размер которых составляет до 2 метров в высоту и 4 метра в ширину. Длина таких отдельных нор может составлять 100 метров, а общая протяженность системы нор – 600 метров. На стенах и потолке этих пещер можно увидеть отличительные канавки в породе, которые ученые определили как следы когтей огромного древнего существа. Змея в виде пениса Удивительное открытие сделали ученые в районе реки Амазонки. Совершенно случайно зоологами была найдена странная змея, внешне напоминающая мужской половой орган. Курьезная находка вызвала огромный резонанс в научном мире и была тщательно изучена. Как заявляют эксперты, в результате исследований выяснилось, что найденное существо на самом деле не является рептилией – это всего-навсего безногое земноводное. Ученые предположили, что ближайшими родственниками змеи пениса могут считаться лягушки и саламандры. Новый вид уже получил свое официальное название – Атритахаана эйсэлти. Всего было найдено шесть таких, как условно называют ученые, «гибких змей». Одна из них погибла, двух особей оставили для изучения, а три другие были выпущены на свободу в их среду обитания. У Атритахаана эйсэлти совершенно отсутствуют глаза, и, кроме того, у нее нет легких. Эксперты считают, что найденное существо дышит через кожу. Также ученые предполагают, что питанием для змейки пениса может служить мелкая рыба и черви. Первая осаль была найдена еще в ноябре прошлого года, но ученые не спешили с заявлениями, решив вначале изучить эту странную находку. Цветок, который цветет после пожара Тропическая саванна Серрада, по данным Всемирного фонда дикой природы, обладает максимальным биоразнообразием среди всех саван. Еще одна ее отличительная особенность — удивительно быстрое восстановление после лесных пожаров, которые здесь не редкость. В новом исследовании бразильских биологов описано, как возвращается к жизни один из распространенных здесь видов растений — Bulba stulis paradoxa — цветок из семейства осоковых, который местные жители называют «волосы индейцев». Ученые протестировали способности растения к восстановлению после пожара. Они поджигали цветы и доводили их до состояния обугленных останков. И уже через сутки после этого наблюдали первые признаки восстановления — зарождающиеся соцветия. Еще через неделю новые цветы уже полностью сформировались и были готовы к опылению. Ученые отмечают, что через 40 дней после пожара семена уже разносились по всей округе. Такие опыты ученые проводили, поджигая цветы в разное время суток и в разные сезоны в течение двух лет. И результат всегда был примерно одинаковым. Огромная анаконда В штате Пара, на севере Бразилии, случайно обнаружили огромную анаконду, размеры которой просто поражают. Хотя цифры не подтверждены — говорят, что ее вес около 400 килограммов, длина — 10 метров и 1 метр в диаметре. Если это правда, змею по праву можно считать самой большой анакондой за всю историю. Видео, снятое в феврале 2016 года, показывает змею, которая была найдена на одной из строительных площадок в Альтамира. Хищница была найдена после запланированного взрыва пещеры. Этот взрыв проводился в рамках строительства. Официальные записи об этой огромной анаконде считаются не до конца прозрачными. По данным National Geographic, зеленые анаконды могут достигать длину максимум 8,8 метров. Видео показывает, что анаконда была прикована к крану, а затем поднята. Именно так ее и взвесили. Многие пользователи оставили негативные комментарии, критикуя рабочих за то, что те приковали змею к крану. По-видимому, мы этими действиями и убили змею. Они оставили ее в своей естественной среде обитания. Однако остается неясным до конца — убита змея или жива. Племя, которое не знает цвета Племя пираха — это небольшая народность, которая проживает в Бразилии. Их уникальная культура охотников-собирателей и язык привлекли к себе внимание огромного количества ученых. Язык пираха нарушает основы современного языкознания, так как в нем нет рекурсии — возможности составлять сколь угодно длинные предложения. Нет чисел, нет времен, нет описания цветов, отсутствует понятие целостности — весь, часть, описание родства и подчиненности. В племени нет искусства, они никак себя не украшают, нет мифов и религии, нет вождя племени, отсутствует суточный режим в виде сна — они спят мало и когда захотят. Отсутствует накопление пищи, начинают охотиться, когда проголодаются, отсутствуют личные вещи. При всем этом пираха своей жизнью очень довольны. Они считают себя самыми обаятельными, привлекательными, а остальных какими-то странными недочеловеками. Себя они называют словом, буквально переводимым как «нормальные люди», а всех не пираха. И белых, и других индейцев, мозги на бикрень. Друзья, ни для кого не секрет, что Ютуб отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды.